Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёт. Вообще, я хотел бы сделать такой акцент ваш о том, что вы говорите про большое количество разочарований в своей жизни. Вы говорите о том, что много у вас в жизни было разочарований. И вы решили, что если вы с ним разбудитесь, то больше замуж не выйдете. Я из этого могу сделать вывод такой, что у вас были попытки построить отношения, но они все кончились неудачей. Если это так, то соответственно в вашем поведении есть что-то, что мужчина отталкивает. Если это так, то в вашем поведении есть что-то, что не позволяет вам устраивать отношения. И задача психологов как раз таки не давать советов, как вы правильно сказали, а задача психологов помочь вам в этом разобраться, разобраться в себе, общаться. Вот. То есть не пытаться под человеком отстроиться, а именно разобраться в себе. И именно преследовать себя, именно преследовать те ситуации, в которых вы оказались. И как бы изменить ваше восприятие себя, мужчин, например. Вот. Чтобы вы могли выстраивать такие отношения, которые, которые вас бы полностью устраивали. Ну или хотя бы, хотя бы там, не причиняли боль. Как это сейчас происходит. А сейчас происходит так, что человек вам никакого внимания не уделял. Происходит так, что человек, в общем-то, признал, как бы, что чувств нет. Вот. То есть он достаточно честен в этом смысле. А вы говорите, что любите его еще сильно. Это не любовь. Это очень сильно напоминает зависимость. Когда я без тебя не могу. Понимаете? Очень важно, чтобы вы увидели, что это не любовь. Очень важно, чтобы вы увидели, что здесь не про любовь больше, а про зависимость. Вот. И вам нужно увидеть, заметить то, как эта зависимость становится реальной. частью вас. Вот. Я думаю лично, что дело здесь в вашем опыте негативном. Который у вас был ранее. Который у вас идет по накопительным. То есть вот в какой-то момент вы решили, что эти отношения, этот мужчина, если уже и с ним не получится, то все. Я не знаю, видите вы или нет, но важный момент, что самого человека, его личность, его личность, вы не видите. Вы видите человека здесь, как средство для вас. Средство для вас, чтобы, ну вот, компенсировать какой-то момент. Компенсировать какие, ну, определенные конфликты. Ну, вас, вот, внутри вас и так далее. Вот. Что, конечно же, на отношения меня позитивно влиять, в принципе, не может. Вот. Дальше. Вот вы пишите, что до свадьбы он был нежен, говорит, что любит безумно, моему счастью не было предела. Да? То есть что меня здесь делает численно? То, что меня любит. Это, конечно, хорошо, когда вас любят. Безусловно. Но то, что вы говорите моему счастью не было предела, говорит о том, что, вероятно, вы увидели решение какой-то своей проблемы. И решение этой проблемы было вовне, а не в вас. Ну, например, самое банальное, самое банальное, что только может быть. Я себя не люблю, меня кто-то полюбил, значит, я ценна. Ну, значит, я ценна, условно говоря. Вот. Я себя чувствовал неценной. Каждый раз я себя чувствовал нелюбимой. Каждый раз, когда у меня, ну, не складывались отношения, когда у меня не получались отношения. Вот. А теперь я себя так почувствовал. Но любить-то себя больше я не стал. Понимаете? Принимать-то я себя больше не стал. Это очевидно, потому что, ну, не смотря на поведение человека, вот, а вы по-прежнему, вот, ну, говорите, что любите его, там, сильнее, сильнее, да. То есть, как бы, вы говорите, вроде бы, о любви, но по факту вы говорите о том, что он вам нужен. Я бы хотел, чтобы вы эти два понятия разграничивали. Любовь – это не про нужность партнера. Любовь – это про возможность, про желание, про желание принимать человека полностью таким, как он есть, и про желание ему что-то отдавать. Вы же говорите по факту, по факту, о том, вот, ну, по факту, вы говорите о том, что… что я должна сделать, чтобы его расположение вернуть. То есть, я не принимаю его таким, как он есть, там, стал равнодушным и тогда… Да? Знаете, в чем штука? В чем штука? Вы можете сказать, Андрей, ну, что же, я должна в таком случае просто соглашаться на скотское отношение к себе? Нет. Конечно, нет. Но это уже ваши позиции. То, что вы, вот, не соглашаетесь на какое-то отношение к вам. Это ваши позиции. И вы, что важно, несете за эту позицию ответственность. Вот. И если вы от своей позиции не отказываетесь, что более-более, чем… Нормально, более-более, чем адекватно, то это значит только, что вы берете ответственность за нее. За свою позицию, по сути. И я бы не сказал, что это что-то плохое. Я бы сказал, что это позитивная история. Дальше. Вы говорите… Вы говорите о том, значит, что… Я знаю, что психологи не дают советов, но бывают исключения. Почему вы считаете, что это исключение? Благодаря чему вы считаете, что это исключение? Как мне кажется, как мне кажется. Это очень важный момент. Если вы постараетесь ответить себе на вопрос, почему я считаю это исключением, может быть, это будет первый. шаг, может быть, это будет первым шаг к тому, чтобы, ну, молчать, менять. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Вот. Поэтому, такой будет вам мой ответ. Ну и, наконец, одно из последних. Что я должен сделать, ну, пишите вы, пишите вы, чтобы вернуть его в положение. Почему вы считаете, что расположение его вы потеряли из-за себя? Раз. И второе. Спросите себя, почему вам нужно это расположение? Для чего оно вам? И если чуть повнимательнее вы будете, то с легкостью увидите, что проблематика здесь более глобальна, чем то, что происходит сейчас. Сначала. Я только надеюсь. Я только надеюсь на то, что вы увидите это. Надеюсь на то, что вы увидите некоторую вот, ну, некоторую глубину, скажем так. Вот. Вы увидите некоторую глубину в том, что с вами сейчас происходит. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена. Продолжение следует...